здравствуйте уважаемые коллеги здравствуйте коллеги многие напишут добрый вечер у нас петербурге еще день 16 00 спросите хочу спросить вам все слышно если кому-то что-то не слышно у вас правой части экрана внизу есть иконка где можно исправить звук или всем все слышно можем начинать начинаем и так мы три ближайших вебинара начиная с сегодняшнего хотим посвятить очень важной теме повышение мотивации обучающихся на уроках иностранного языка через применение современных образовательных технологий сегодня мы с вами поговорим об икты затем от играх и затем от технологии клея почему именно мотивация вы знаете современные психологии и педагоги практически во всем мире едины в том что качество выполнения любой деятельности ее результат зависят прежде всего от побуждение потребности индивида и наверное с этим невозможно не согласиться потому что именно мотивация вызывает какую-то целенаправленную активность то есть является своего рода запускным механизмом любой человеческой деятельности общение или понимание в все прекрасно знают уже фильм который стал культовым который наверное сейчас идет на экранах раз в месяц фильм покровские ворота помните там есть герой костик аспирант который однажды восклицает а счастливить против желания нельзя и это действительно так как бы прекрасно как бы развлекательно не было нечто до тех пор пока я не захочу это сделать я и это действительно так так что же такое мотивация первую очередь мотивация это побуждение к действию то есть способность человека деятельность на удовлетворять свои потребности но мы с вами все-таки педагоги преподаватели и поэтому просто мотивация ну например сделать шкаф у нас с вами как-то не особо интересует нас с вами интересует учебно-познавательная мотивация то есть учебно-познавательная мотивация и подход к учебе мотивированной деятельности реализация желания научиться вот чтобы у студента возникла такая мотивация стойкая обязательно нужно чтобы он сам себе сказал я смогу я добьюсь и вот если мы с вами посмотрим на эту шутливую картинку посмотрите лесенка овса на самой нижней ступеньке хире человечек а вот дует да не буду я это делать я продолжаю сидеть потому что не могу и как только я захотел что-либо сделать а его человек встал распрямился и дальше уже стремительный и по лестнице то есть вот запускной механизм сработал и конечном итоге работа была завершена есть такое издательство хамилтон хаус и мы с ним сегодня будем очень хорошо знакомиться вот именно к этой теме подходит видеоклип из этого учебника маленький индийский мальчик должен заработать себе на жизнь у него нет другого выбора то есть он продает веера так вот посмотрите сколько языков нет конечно он не выучил все языки чтобы быть переводчиком синхронным но сколько языков он смог освоить чтобы выжить давайте посмотрим какие языки будут исправить что-то может быть в среднем русских языках это позволяет вы можете если вы же хотите сказать что-то он не подходит куч useful как и другие и в этом есть bereлте его он какой-то ota вот напишу я в этом на по на го… по на Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда мы говорим о взрослых Здесь уже мотивации могут выступить несколько иные моменты Некоторые своего рода психологические особенности взрослых людей Во-первых, все люди от природы обладают большим потенциалом к обучению Но при этом обучение эффективно только когда его предмет актуален для человека Вспомните вот эти наши ступеньки Если мне не нужно, если мне это не актуально, естественно, я не буду это делать Далее, у взрослых в обучение, как правило, вовлекается вся личность Почему? Потому что он же должен выкроить откуда-то время Должен самоорганизацией заняться, должен самовоспитанием Потому что для того, чтобы пойти куда-то на курсы, ему нужно все-таки организоваться Далее, у взрослых высока самокритика и высока самооценка И они активизируют творческий процесс Укрепляют такие качества, как независимость, уверенность в себе Но есть еще одна мотивационная группа, которая интересна именно нам с вами, коллеги Потому что вот мы несколько как раз относимся к этой группе Мотивация учителя Вы знаете, есть такие три группы профессий Учителя, врачи и военные Есть такая вот, как помните в фильме «Офицеры» Есть такая работа, родину защищать А без учителя вы можете себе представить будущее нашей страны Или без врача То есть мы должны научить Поэтому профессиональные мотивы педагога можно сгруппировать в таких три блока Но первое – мотивы выбора педагогической профессии Ну, как правило, это либо подражание любимому учителю Либо это семейные традиции, это уже династия Либо, вы знаете, очень огромная, большая любовь к детям То есть такое тоже бывает И это очень приятно Далее, когда уже профессия выбрана У нас появляются мотивы, которые в процессе труда развиваются То есть мотивы, которые совершенствуют педагогическую деятельность А вот здесь нам нужно всегда помнить о себе любимому Вы знаете, существует такое понятие в психологии Как профессиональное выгорание И у учителей это достаточно частое явление Не зря же в законе об образовании Есть такая статья По которой раз в 10 лет учитель имеет право взять отпуск без содержания, к сожалению Потому что в некоторых странах этот отпуск предоставляется чаще Раз в 5-6 лет И с частичным содержанием Но, увы, что нет, чего нет, того нет Так вот, от этого профессионального выгорания нам нужно защищаться самостоятельно Вот при выборе проверить пачку тетрадей или пойти в театр Что вы выберете, Ирина Владимировна? Театр Пойти в театр И мы вам рекомендуем сделать такой же выбор Потому что тетради не убегут, вы их проверите Но театр, да, или, не знаю, кино, хорошая книга, общение с друзьями Он даст вам необходимую релаксацию И вы сможете вот, ну, немножечко так вот воодушевиться Тетради проверить опушек Да, а еще, а еще нужно помнить, что эффективное преподавание – это искусство А в любом виде искусства, о каком бы мы ни говорили Живопись, скульптура, литература Помимо таланта мастера, который создает шедевры Есть еще и некий базовый инструмент Для художника это холст, кисть Для литератора бумага, сейчас компьютер Для скульптора какие-то резцы А что же является базовым инструментом для учителя? А базовым инструментом учителя является УМК Учебно-методический комплект И вот когда мы выбираем этот УМК Вот здесь мы тоже можем слегка защититься от профессионального выгорания То есть УМК должно быть максимально то, что облегчит нам жизнь Пусть чуть-чуть, пусть на немножечко И мы сегодня вам покажем такие УМК, которые, может быть, помогут вам поднять свою мотивацию Итак, что же может сформировать мотивацию учения? Ну, во-первых, методические игры и упражнения Само собой разумеется Личностно ориентированный подход в обучении Почему? Потому что то, что интересно индивидууму На этом контенте все пойдет гораздо эффективнее и быстрее Далее, использование различных педагогических технологий Это как раз то, о чем мы с вами сегодня говорим Это проектные игровые технологии ИКТ И, конечно, интеграция обучения, то бишь КЛИУ Ну, а КЛИУ об этой технологии мы с вами поговорим через вебинар Мотивация, выбор УМК Это все очень важно для иностранного языка Хотя для родного языка тоже Потому что мы с вами говорим о коммуникативной методике Именно на гуманитарных предметах Как раз и развивается коммуникация Формируется коммуникативная компетенция Почему? Потому что сам язык – это система связи Ну, как можно общаться без языка? Нет, можно писать, но это все равно будет язык И поэтому важнейшая функция языка – это получение и передача информации В общем-то он больше ни за чем не нужен И даже смена исторических эпох определяется сменой коммуникационных технологий Вот смотрите, вначале пока не было письменности Коммуникация была весьма ограничена То есть коммуницировать можно, если так можно сказать Можно было только со своим ближайшим окружением Потом возникла письма Уже можно было чуть-чуть отдаленную коммуникацию использовать Потому что практически мы могли писать письма Или хотя бы таблички надписи не через гонтов отправлять Потом возникло книгопечатание То есть уже информация стала поступать Но это все еще была коммуникация весьма-весьма слабенькая Вот когда появился телефон Коммуникация начала развиваться очень активно А затем добавилось телевидение А затем глобальная сеть, интернет И вот сейчас расцвела просто махровым цветом коммуникация То есть вы можете себе представить сейчас людей, которые где-либо в транспорте не общаются Вот мы с вами сейчас общаемся через час Далее, без телефона мы уже просто жизни своей не представляем И поэтому сегодня в 21 веке даже изменилось понятие грамотности Если мы будем говорить о 20 веке и даже я бы сказала о начале 21-го То это так называемая была эпоха индустриализации Так вот, грамотность в эпоху индустриализации определяли три ключевых навыка Чтение, письмо, счет В английской терминологии reading, writing, arithmetic И казалось бы, этого достаточно Сейчас, конечно, это никуда не ушло Потому что не умея писать, читать и считать Практически невозможно двигаться дальше Но в 21 веке этого мало Вы можете себе представить свою жизнь без компьютера, без интернета, без телефона и etc. 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 иных гаджетов То бишь, теперь добавилось еще один вид грамотности На самом деле их добавилось больше Потому что они появились отраслевые, но базовые, фундаментальная грамотность, цифровая То есть это знания и умения, необходимые для эффективного использования цифровых технологий Тем более, что мозг современного молодого человека Да уже и не только молодого Уже и люди в возрасте без этого себе жизни не видят Этот мозг, настроенный на получение знаний из телевизионных программ, из интернета Гораздо легче воспримет предложенную на уроке информацию с помощью медиа-средств Тем более, что современный компьютер сочетает в себе все возможности Это и телевизор, и видеомагнитофон, и книги, и калькулятор Для детей это еще и универсальная игрушка, которая способна имитировать другие игрушки А для человека взрослого это еще и равноправный партнер С которым можно и поиграть, и пообщаться И реагирует он на запросы очень тонко, надо отметить И любая педагогическая технология, любая, является информационной Почему? Потому что в основу технологического процесса Как раз и ложится здесь получение и преобразование информации А ИКТ это система методов, способов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и выдачи информации С помощью компьютеров и компьютерных линий связи Это видите, это из словаря терминов Азимова и Щукина Мы же в образовании чаще называем информационно-коммуникационную, а теперь информационно-компьютерную технологию Все технологии, которые используют СО То есть раньше это были ИКТ мы использовали, но раньше мы использовали магнитофоны, телевизоры А теперь мы подключили и компьютерное оборудование, и программное обеспечение, электронную почту, и сотовые телефоны и так далее Существует пять, я бы сказала, глобальных направлений использования ИКТ на уроке иностранного языка Первое. Использование готовых мультимедийных продуктов и компьютерных обучающих систем Второе. Создание собственных мультимедийных и обучающих программ Третье. Создание собственных мультимедийных презентаций Использование ресурсов сети интернет И вот на базе этого возникло как раз еще одно направление Использование ИКТ для организации дистанционного образовательного процесса Мы пройдем по всем направлениям сейчас С вами сегодня во время вебинара Но большую часть мы, конечно, удивим готовому мультимедийному продукту Почему? Мы уже с вами говорили в начале Что надо защищать себя от профессионального выгорания Нужно использовать что-то, что нам будет как-то облегчать жизнь И как раз готовый мультимедийный продукт может нам в этом помочь Ну, во-первых, мы создаем с помощью этого продукта Искусственную иноязычную образовательную среду для учащегося Как в классе, так и дома Почему это важно? Если ребенок едет учиться за границу Или взрослый изучать язык за границу В страну изучаемого языка То естественная среда, его окружение Она реальна, она естественна А если ребенок учится здесь То каким образом? На уроке вы с ним говорите по-английски Он говорит с одноклассниками по-английски А дома? Так вот, вот эти самые электронные книги позволяют этот вопрос закрыть Далее Готовый мультимедийный продукт позволяет поддерживать и развивать все виды речевой деятельности Как и любые учебные пособия Очень важно реализовывать принцип индивидуализации учебного процесса И создавать условия для самостоятельной работы А работая в рамках современного ГОСа, ГОСа второго поколения Мы с вами помним Мы должны научить ребенка учиться самостоятельно Потому что учиться ему придется И вы это на своем примере уже знаете Придется всю оставшуюся жизнь Потому что технологии убегают вперед Сегодня мы с вами будем знакомиться с готовыми мультимедийными продуктами Издательство Hamilton House, Sterling Publishing и издательство Mary Glass Good Colastic Электронные книги и books входят в состав ММК в составе учебника Для учителя это программное обеспечение для интерактивной доски Которую мы можем использовать на интерактивной доске Но при отсутствии таковой просто на компьютере, если у вас маленькая группа Или компьютер плюс проектор, если у вас группа большая На экране вы видите скриншот контента электронной книги У МК издательства Hamilton House, Let's Learn English Это электронная книга И это учебный курс для самых маленьких детей 4-5 лет Которые только начинают учить английский язык В комплект входит учебник с электронной книгой Рабочая тетрадь, копируемая книга для вырезания Ну, конечно, книга для учителя и флеш-карты Я позволю себе перебить свою коллегу Потому что немножечко просто об издательстве Hamilton House Это уникальное издательство Потому что все электронные продукты Все электронные продукты этого издательства Они как раз, вернее все УМК Они содержат электронные книги Это вариант студента И программы для интерактивной доски для учителя В электронной книге есть все упражнения учебника Есть песни, есть интерактивные постеры Есть игры, флеш-карты и мультфильмы Но поближе мы познакомимся с этим учебным пособием На следующих вебинарах Пинг-понг Это двухуровневый курс для детей 6-7 лет Тоже издательство Hamilton House И мы видим перед нами скриншот электронной книги Тоже есть игры, песни, флеш-карты, видео, постеры интерактивные Поближе тоже будем знакомиться на следующих вебинарах А мы с этим продуктом познакомимся сегодня Это двухуровневый курс для начальной школы Здесь программное обеспечение для интерактивной доски Грамматически и тематически этот курс коррелируется с программой начальной школы Программой иностранного языка в начальной школе И теперь мы попробуем познакомиться поближе Продолжение следует Дети, которые приходят к нам во втором классе У них у всех разная подготовка по иностранному языку Некоторые дети не знакомы даже с алфавитом И если ребята у нас не знакомы даже с алфавитом То мы можем начать со стата бук В состав учебника, мы уже сказали, входит алфавитный буклет Тематический словарь и электронная книга Вот если ребята еще не знают ничего То мы начинаем со статора, где мы можем Где мы, вернее, познакомимся со всеми героями Да, мы видим, что герои этой книги нас приветствуют Лили, Мэтт и прилетит сейчас инопланетянец, зовут его Физ Далее мы видим, что у нас происходит дальше знакомство Песенка, песенка, это будут, это теперь спикинг Есть флеш-карты, и мы можем познакомиться со всеми буквами алфавита Мы будем, попробуем буковку Би Произносится буква, звук, который она дает И слово Буковка Би, звук Ба и слово, да, который начинается на эту букву И так со всеми буквами алфавита Если дети во втором классе уже знакомы с алфавитом То мы можем начинать со стартового юнита Hello В котором все буквы, где мы просто повторим все буквы алфавита Давайте мы познакомимся с уроками Со структурой урока, ну, на примере Например, третий юнит возьмем, да Юнит, урок третий называется Parties В начале всегда вводятся слова Следующим этапом вводится диалог И в этом диалоге будут все слова, с которыми мы только что познакомились И грамматическая структура Грамматическая структура Глагол to be, вопросительное предложение, местоимение he, she, it и they Можем посмотреть это мультфильмом Можно просто послушать А можно просто на каждый фрейм нажать Давайте посмотрим мультфильм Мультфильм, да, который будет с грамматической структурой Еще раз, глагол to be в вопросительной форме Здесь мы можем включать и отмечать субтитры И еще, уважаемые правители, прошу отметить Когда мы с вами говорим слово lesson, видим в учебнике И это не всегда коррелирует со словом lesson, которое мы проводим в классе Потому что какой-то материал вы действительно пройдете за 45 минут за один урок А какой-то материал вы пройдете, может быть, за два урока Затем на понимание вопроса Все ребята могут это сделать в классе И так как это программное обеспечение для учителя, для интерактивной доски Значит, у нас есть здесь ответы Мы можем нажать ответы и проверить, что ребята сделали в учебнике Следующий, find the stickers У всех, ребят, в конце учебника есть стикеры И мы попросим их приклеить в нужные места Вот номер 2, share the queen, значит, нужно найти вот эту картинку Ну, а затем просто нажмем show all и увидим все ответы правильные Грамматическая структура, да, глагол to be в опросительной форме Всегда дан маленький видеоклип на эту структуру Мы его сейчас посмотрим Затем выполняется упражнение, да, на грамматику Ребята выполняют это в тетрадочке, ну, в учебнике А мы просто что сделаем? Нажимаем на кнопочку show all и видим ответы И нам не нужно будет собирать рабочие тетради или учебники И проверять, да, как они сделали Вспоминаем опять, что мы говорили о усталости учителя О профессиональном выгорании Есть такая технология взаимосотрудничества Ее еще называют просто технологией сотрудничества Так вот, если у вас есть вот такая программа Дети выполнили домашнее задание И сделали какое-то задание в классе Вы просто меняетесь тетрадями Дети у вас меняют эти тетрадями Вы включаете правильные ответы И дети просто считают количество правильных и неправильных ответов Ответы уже вы поставите сами Да, listen, circle and sing Значит, песенка на грамматическую эту структуру И со словами, которые были у нас сегодня на уроке даны Песенка Да Так Мы возвращаемся, да, на главную Значит, у нас есть, видите, здесь много иконок Иконка review После каждых трех юнитов есть у нас вот такие задания Ребята обычно это делают дома А вы в классе можете, как только что Людмила Борисовна сказала, да Они поменяются тетрадками И мы увидим, как все дома сделали это Так, флеш-карты мы уже смотрели Да, dictionary мы можем взять любой из этих И проверять, да, играем с цветом Назвали green, нажали, тогда он появляется у нас на экране Игры замечательные К каждому уроку есть игра Они у нас в основном лексические Есть несколько типов игр Мы сейчас посмотрим, какие Значит, нам нужно найти слова, которые здесь даны Так Шоу, вот они все у нас здесь Следующая игра, да, похожая на весы лицов Здесь будут слова из этого урока И из предыдущих повторений Вот мы должны Если мы неправильно называем Находим букву, то у нас пис тонет Дмитрий Борисович, помогайте, что это за слово? Я не знаю, что это за слово Правда, наверное Я хочу сказать, что я Именно по этому учебнику работаю со своей внучкой Вот эта игра, она имеет высочайший мотивационный потенциал К изучению слов До такой степени не хочется ребенку, чтобы физ утонул Что она готова учебник пять раз пролистать Но только найти нужную букву Если она забыла слово Как правило, она их хорошо запоминает Пожалуйста, мы нажимаем на иконку И видим здесь птичка И ищем, где она может у нас здесь быть Здесь И здесь И не здесь И здесь Да, этот тип игры мы уже видели Сейчас мы посмотрим еще И этот тоже Ну, например, здесь Мы читаем цвет Глун Должны найти соответствующую краску Нажать Если мы прочитали браун Нажали на елло То у нас не даст Нам компьютер закрасить Вот Только при правильном повторении Так, и еще у нас есть Так И еще есть Два типа Мы их чуть позже с ними познакомимся Да, у нас есть постеры Ну, например, классный language Который Можно делать как разминку на каждом уроке Например, да Open your box Да, и проверили И разные другие варианты Есть с глаголами Так, вот search Очень удобно для родителей Потому что Можно смотреть, да По урокам Можно по букве Искать слова Да Или просто найти слово Сюда вбить И затем посмотреть Как оно у нас будет произноситься Песенки Они входят, конечно В состав урока Но если мы хотим отдельное Да, спеть какими-то То какие-то То мы можем это сделать Хорошо Да, ну И есть еще Вот бинго Это игры Здесь используются, получается, разные технологии И КТ, и игровая Если у нас есть, например Выбрали, например, аудио Мы можем крутить барабаны Слово должно Слово произносится Мы просим Ребят написать Да, спело слово И мы просим их написать Или по-английски Или перевод В конце Потом нажимаем на History И есть у нас Все слова Которые мы Брали Мы можем сделать с вами Создать карточки Выбрать, например Сколько нам нужно И чтобы были картинки слова Создаем карточки Можем их распечатать Можем их сохранить Можем отправить по почте И если распечатали Можем поиграть В бинго Да, когда будем соотносить Графическое Да, и картинку Слово Абсолютно невозможно Разделить технологии То есть мы не можем сказать Мы работаем только По технологии ИКТ То есть ИКТ у нас Используется всегда Потому что Практически Даже если у нас есть Только магнитофон У нас уже есть ИКТ Но Одновременно с ИКТ Мы используем Еще множество технологий Игровую Клил-технологию Технологию Взаимообучения Технологию сотрудничества И так далее Поэтому вот Когда мы говорим Об ИКТ Это самое главное Здесь то Что мы здесь Используем Электронный продукт На следующем слайде Мы видим с вами Грамматическое Двухуровневое Грамматическое Пособие для начальной школы Little Genius 1 и 2 Которые могут Сочетаться с любым Учебным курсом Для начальной школы Подошло время Для готового Мультимедийного продукта Для начальной Средней школы Локус Локус Секондарий Скул Это три учебных курса Два из них Новые Стерлинг Паблишер Игриш 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 И следующий Да мы видим здесь Масса дополнительного На экране И следующий курс Amazing English Пока уровни Только первые Но к сентябрю Будут все три И English Download B2 Это Учебный курс Для Тинейджеров И Студентов Вузов Чем он интересен Он от При А1 До уровня С 1 Уровень При А1 5 юнитов А1 А2 10 юнитов И B1 B1 Plus B2 И C1 12 юнитов Мы сегодня Познакомимся Поближе С этим курсом На базе B2 Так Мы проверим Почему он не работает Почему он не работает Почему он не работает Небольшая техническая неполадка Еще раз Здравствуйте English Download B2 Учебный курс Который Готовит нас Или к First Экзамен Кембриджский Бывший FCE И Также К ЕГЭ 12 Юнитов Мы Давайте Мы посмотрим Как работает Как устроим Структуру Юнита Мы видим Что У нас Есть Всегда Вуминап С DVD Чтение Которое Можно Также Делать Как Задание Налисами Vocabulary Модель Vocabulary 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 2 Vocabulary 2 Чем Интересно Что У нас Есть Commonly Confused Words Prepositions Cicallocations Expression Ciprasal Words Word Formation Listening Всегда Есть До Во Время И После Задания Speaking Есть Writing В котором Обязательно Есть Модель Language Bank Со всеми Интересными Выражениями И Коннекторами Давайте Мы посмотрим Пожалуйста Выбрали Тему Entertainment Обязательно Обязательно Вы Чудес Говорим На эту Тему Цитата Пабло Пикассо И мы Обсуждаем И Всегда Есть Интересная Дивидень Видео Это Конкурс Талантов Это Человек Speed Painter И Ему Дается Всего Минута С Небольшим И Он Должен Всех Удивить Все Видео Которые Используются В данном Учебном Курсе Все Эти Видео Взяты Может быть С Ютуба Из Программ CNN То Это Не Надуманные Видео А Именно Взяты Из Реального Контекста Жизни Мы Не будем Все Смотреть А только Посмотрим Что Получилось В конце Да Сейчас Чуть Чуть К сожалению До времени У нас Не так Много Мы Не будем Смотреть Все До Конца Что Что У нас Есть Еще На Софте Есть Рабочая Тетрадь У студентов Есть Только Сюринс Бок И Вот Эта Нижняя Часть Сюринс Программ Ревью На Софте Для Учителя Есть Еще Водбук И Вот Такой Замечательный Activate Your Grammine Vocabulary Где Есть Идиомы И Ревью Ну Давайте Посмотрим Например Что Есть В Unity 15 Инверсия Теория Очень Подробно Много Всяких Упражнений На Эту Тему И Есть Сейчас Мы Дойдем До Этого И Еще Есть У Нас Такая Лексическая Тема Behavior И Много Много Всяких Упражнений Идиомы Они Все Даны Вот В таких Картинках Помогают Нам Понять Word Search Замечательный Если Мы Возьмем С вами Например Юнит 12 С которым Мы Работали То Мы Видим Что Выражение Взятое Прилагательное В контексте И Словообразование Какое Глагол И Какое Существительное Мы Видим Да В данную Компьютерную Программу Зашит Полностью По Юнитный Поурочный Словарь Данного Учебника Как Активный Так И Пассив Вы Здесь После Каждых Двух Юнитов Мы Можем Вот это Сочетание Двух Видов Технологий Игра И Катэ What is Another word For grumble Но мы Выбираем Complain Команда Эй Права If you Invite Someone To a Part And they Knot Their Head What Do They Mean Yes They Can Come И Так Далее Есть Тесты Для Аудио Да Есть Видео Отдельной Иконкой Ну и Конечно Юлимс Прогресс Заканчиваем Презентация Да И Мы Подошли К Тайм Сейверам Так Называемые Копиру Ресурсные Пэки Называются Тайм Сейв Они Бывают Разные На Все Возрастные Группы На Разные Уровни Сложности Здесь Представлены Как раз Четыре Пэка Которые С Программным Обеспечением Для Интерактивной Доски Ну например Интерактив Грэма Эти Все Ресурсные Пэки Можно Использовать В любом Образовательном Учреждении На них Не нужно Никакого Разрешения И Они Являются Дополнительным Материалом Вот если Например Вы проходите Джеран То вы Можете Всегда Взять Упражнение Отсюда Здесь Есть Видео Аудио И помощница Грэма Дюл Которая Все Объяснит Студентам Мы знаем Конечно Что во всех Учебных Пособиях Сейчас Обязательно Должно Что-нибудь Быть По Клил Но не Всегда Этого Материала Много И К любому Празднику Мы можем Взять Отсюда Дополнительные Материалы Интерактив Бакебаре Мы все Конечно Знаем Что Ребята Не могут Просто Не любят Просто так Учить слова И если Это Делается В какой-то Играфой В форме Тогда Это Совсем Другая История Вот здесь Работа С лексикой Представлена По Игровой Технологии Эти ресурсные Пэки Как Программами Для интерактивной Доски Так И без ОН Естественно Покажем В нашем Следующем Вебинаре Потому что Тема Будет Посвящена Играм Итак Следующее Направление Создание Собственных Мультимедийных Презентаций И обучающих Программ Что можно Сказать По этому Поводу Если Вы Обладаете Очень высокой Степень Цифровой Грамотности То есть Какими-то Небольшими Даже Я бы сказала Знаниями В области Простейшего Программирования Помимо Знания Иностранного Языка Само собой Разумеется То можно Попытаться Сделать Собственные Мультимедийные Продукты Собственные Обучающие Программы Но это Трудно И время Затратно Вот На этом Слайде Представлены Сайты В основном В духе Это Американские Английские До которых Может быть Вы найдете Какие-то Не может быть А точно Найдете Какие-то Материалы Которые Помогут Вам Сотворить Нечто Своё То что Вам Будет Самому Интересно Тем более Что Сама По себе Интерактивная Доска Она Дает Интересные Возможности Для Работы Для Запоминания Для Сохранения Каких-то Материалов Для Создания Какой-то Дидактики Самостоятельно Ещё Одно Очень Хорошее Направление Создание Собственных Ведейных Презентаций Дело В том Что Презентация Это Видеоряд А Не 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 Секрет Что Когда Мы Включаем Видеоряд На 30% Улучшается Восприятие Материала Поэтому Материальная Презентация Которую Вы Сделали Для Допустим Введения Нового Материала Позволяет Вам Во-первых Структурировать Материал Заранее Так Сделать Его Более Понятным И Привести Все Возможные Примеры Потому Что Самое Главное Даже О Сложном Рассказывать Просто Ни в коем Случае Нельзя Усложнять И Вот Эта Презентация Они Позволяют Позволяют Как раз Сделать Сделать Возможным Вот Это Украшение Далее Вы Можете Подключить Анимацию Таким Образом Вы Будете Управлять Вниманием Учащихся Ну И Само Собой Как Учителю Так Учащемуся Нужно Формировать Какую Цифровую Рамотность И Мультимедийное Создание Мультимедийных Презентаций В какой-то Степени Вам Поможет В этом И Скажем так Не последнее Направление Предпоследнее Но Из этого Направления Невозможно И пятое Направление Создание Дистантов Использование Ресурсов Сети Интернет Ну Поистине Интернет Бездом Там Можно Найти Абсолютно Все И новые Материалы Самый Большой Информационный В мире Ресурс И Самый Постоянно Обновляемый И пополняемый Но Не должны Забывать Что Это Самая Большая Глобальная Помойка То есть Если мы Работаем С детьми И включаем Сеть интернет Мы должны Как минимум Иметь Фильтры Которые Позволяют Нам Ограничить Доступ Какой-то Рекламной Информации Должны Проверять Сайты Потому Что Дети Могут Зайти Неизвестно Куда Но Тем Не Менее Интернет Нам Дает Доступ К Любым Направлением Науки Так И именно На базе Интернета Мы можем Создать И то Что мы Называем Дистанционным Образовательным Процессом Когда он Нам Нужен Ну Во-первых Вот Сейчас У нас С вами Проходит Вебинар Без Сети Это Невозможно Возможно Проведение Скайп Конференции Возможно Обучение И сейчас Это широко Используется Обучение И изучение Языка Через Скайп Если Мы Работаем В государственной Школе То у нас Всегда Есть Дети Которые На домашнем Обучении Находятся Или Дети Которые Временно Больны И То же Самое Сеть Интернет Скайп Позволяет Нам Этих Детей Постоянно Вовлекать В Образовательный Процесс Ну И самое Сейчас Мы Познакомимся Именно С Использованием Онлайн Тренажеров Чем Хороши Чем Хороши Тренажеры Именно Тем Что Это Уже Готовый Онлайновский Продукт Который Позволяет Вам Дополнить Ваши УМК Перед нами E-learning Платформ Издательство Hamilton House Пока Мы Видим Только Три Учебных Курса English Download A1 A2 B1 Будет Вся Линейка Плюс Курсы Для Начальной Школы И Для Средней Школы Давайте Мы Посмотрим Как Это Все Работает Например Посмотрите Есть Экзамены Для Малышей Status Moist Lies Мы Можем Спокойно Выйти Нажав Кнопочку На Сайт Кембриджа И Увидеть Это У нас Есть YouTube Чаннел На Котором Есть Грамма Джинниус Издательство Hamilton House Вот Мы Видим Subject Pronounced Present Simple Мы Видим Актеров Которые Будут Использовать Эту Структуру Своих Но Сейчас Времени Нет Мало Мы До Конца Не Будем С С Каналом Hamilton House L.T. Вы Можете Познакомиться Самостоятельно Если Вы Выйти На YouTube И Наберете Грамма Джинниус Вы Можете Посмотреть И Скачать Все Эти Видеоклипы Посмотрим Давайте Посмотрим Что Есть На English Download На Тренажере Вот Пожалуйста Unit 10 English Download B1 Два Задания На Reading Три Задания На Vocabulary Три Задания На Грэму И На Listening Просто Давайте Посмотрим Хотя Б Как Работает Это The Correct Preposition In each Sentence Let's Go to That Website Turn Off Why Don't You Ring Up I'm Tired Off Ошибитесь Ошибиться Так Please Don't Switch I'm Responded In you Submit Anyway И Вот Мы Сделали Что Одну Ошибку Как И Собирались Также Есть В Этой Программе Вшита Система LMS И Мы Можем Что Организовывать Классы Подключать Сюда Наших Студентов Они Будут Делать Все Эти Задания Дома И Преподаватель Сможет Тогда Увидеть Правильно Как Правильно Или Неправильно Они Сделали Сколько Попыток Было Сколько Они Времени Потратили На Выполнение Задачи Итак Это Это Была Платформа Издательства Hamilton House Но В издательстве Elite Publishing Есть Еще Одна Онлайн Платформа Очень Интересная Называется Она WebLab И Если Когда мы Говорим о Hamilton Она Вот Сейчас Стадии Разработки То WebLab Она Уже Готова Она Работает Для Трех Языков Английский Французский Испанский Все Что Вам Нужно Для Того Чтобы Это Попробовать Самостоятельно Зайти На Сайт Elite Publishing Зарегистрироваться Там И найти Вот Эту Иконку WebLab Вы Можете Посмотреть Демо Версию Либо Прямо Сразу Выходить В Эту Самую WebLab Выбираете Студент Вы Или Учитель Можете Зарегистрировать Посмотрите Пожалуйста Вот Перед Вами Три Языка Английский Французский Испанский Этот Скриншот Немножечко Устарел Потому что Испанского Уже Теперь Три Уровня Три Уровня Английского А1 А2 Б1 Планируется Б2 Далее Когда Мы Входим Уже В какой Либо Уровень Вот У нас Слева Структуры Грамматические Данного Уровня А справа Количество Упражнений Вот На данную Структуру Упражнение Есть Как На Грамматику На Вокабуляр Так И На Аудирование То есть Выполняете Нажимаете Submit Получаете Мгновенный Ответ И Все Варианты Правильных Ответов Далее В этом Тренажере Предусмотрена Еще Грамматика То есть Вы выбираете Структуру Тренажер И Его Можно И 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 Мы Возвращаемся Снова К Готовому Тимедельному Продукту Да С Использованием Интернет Рисунцев Это Трехуровневый Курс Для Low Secondary School Hot Shots Демонстрация Экрана Дамы Включить Трансляцию Окно Программы Поделиться Так Мы Сразу Начнем С Ресурсов Сети Интернет У нас Есть 8 Юнитов В каждом Юнике 4-5 Уроков И Каждому Уроку Есть Веб Линки Ну Например Мы возьмем Любой Вот Майк Указан На Ютубе У нас Много Фильмов Опять Действительная Палатка Надо было Все-таки Закачивать Ну Хорошо Тогда Мы Сделаем Просто Мы Покажем Что Переключиться Нет Мы Не хотим Переключаться Так Демонстрация Экрана Не сработала Ютубовская ссылка Системный инженер Сейчас нам Поможет Нет Кстати Видеофильм О мальчике Видеофильм О мальчике Был как раз Вот с Ютуба Как раз Из такой ссылки Скачет Мы хотим Просто показать Ходшот Нет Вот в этом Можно нам Просто сделать Демонстрацию Экрана Мы хотим Показать Ходшот Да Вот Ниже Вот Я возвращаюсь Вот сюда К сожалению Да Надо было Системным инженерам Сказать Сделать Это заранее Но Давайте мы посмотрим Раз веб-линке Не удалось Посмотреть Но Они есть И каждому уроку Давайте посмотрим Как работает Вот этот Замечательный продукт К каждому уроку У нас есть Слова И мы их заранее Можем прослушать Все слова Взяты в контексте Да Мы можем Мы видим Слово в контексте Дмай И мы видим фотографию И И можем попросить Наших студентов Догадаться Значение слова После этого Вот у нас был Майкл указан И мы видим Да Что Как работает Вот теперь Весь юнит Что есть еще На Вот На программном обеспечении Вот Здесь Если это Электронная книга Для студента То нет Только вот Рабочей тетради Все остальное Есть В состав Учебника Входит Электронная книга Ридер Читалка И буклет Для Письма Но вот Все видео К читалке Вот на этой страничке Word Search В конце каждого юнита У нас есть слова И мы должны будем Все здесь найти И Веб-линки Конечно Reviews После Каждого юнита Ну вот Это Айо Еще Вот Для того Чтобы реабилитироваться Мы просто повесим Да В материалы Вебинара Мы повесим Эту ссылочку Чтобы вы ее смогли Посмотреть Итак Подведем Итоги Обучение При помощи Компьютерных Современных Технологий Несет в себе Конечно Вы уже видели Огромный потенциал Позволяет сделать Занятия Более эмоционально Насыщенными Информационно И эмоционально Позволяет Привлечь Массу ресурсов Извне Но Всегда Следует Помнить Что На уроке Мы с вами Решаем Коммуникативную Задачу А это В первую очередь Общение Конечно Не с компьютером А общение Учителя С учениками Учеников Между собой И конечно На иностранном Языке А компьютер Это просто Железка И он выдает Только то Что в него Ввели Потому что Секрет успеха Все таки Не информация А люди Поэтому Мы вам Желаем успехов Вот на этом Слайде Представлены Сайты На которых Вы сможете Познакомиться Элионлайн Дотком Это Веб Лэб На три языка Так Эли English Times Дотком Здесь Можно Будет Познакомиться С Ридерами И даже С DVD Ридерами И посмотреть Какие-то Фрагменты Из них И с Таймсейверами Издательства Мэри Глаз Голастик Юролибра Дотру Это наш Сайт На нем Вы можете Полистать Все имеющиеся У нас Пособие В электронном Флэш режиме И на сайте Hamiltonhouse.ru Вы сможете Познакомиться С учебными Пособиями Издательства Hamiltonhouse Мало того На этом Сайте Вы сможете Скачать Демо-версии К учебным Пособиям Которые Мы вам Представили И познакомиться С ними И затем Мы включаем Небольшой Опрос Мы просим Ответить Буквально На пару Вопросов Включаем Спасибо за внимание Спасибо за внимание И еще Наверное В режиме Реального Рабочего Времени Мы не сможем Ответить На все Ваши Вопросы Но Наша Почта Luir Sobaka Eurolibra .ru Мы Как только Вы ответите На вопросы Мы Напишем Нашу Электронную Почту И Людмила Борисовна Ответим На все Вопросы Которые У вас Были Еще раз Напоминаю Я Немножко Следила За Перепиской Все Электронные Книги Входят В состав ОМК То есть Учебник Продается Вместе С Электронной Книгой И Отдельно Его покупать Не нужно Это Неотъемлемый Компонент Учебника Для Ребенка А при Приобретении Комплектов Учебных Пособий Программу Для Интерактивной Доски Мы Предоставляем Вам Бесплатно Если Это Вам Поможет А мы Надеемся Что Такие Программы Вам Помогут Облегчить Вашу Жизнь Сэкономить Ваше Рабочее Время И оставить Его Как можно Больше Для Себя Как только Закончится Вебинар Нужно Будет Обновить Страничку И Зайти В файлы Для Скачивания Вверху Чата И Тогда Можно Будет Посмотреть Если Кому То Было Не Очень Хорошо Слышно Все Посмотреть Заново И Скачать Также Сертификат Обновить Страничку И Войти Еще Раз Системная Инженер Подсказывает Куда Войти И Вверху Чата Нажать Кнопку Файл Для Скачивания Где Вы Получите Свои Где Можно Будет Скачать Свой Сертификат И Вот Еще Второй Вопрос Где Мы Показывали Вам Программы Для Фан Вефис English Download Hot Shots И Просим Вас Ответить Понравились Они Или Нет Немножко Hot Shots Получился Сумбурно Но В следующий Раз На Каких Небудь Семинарах Еще Мы Покажем Может Поподробнее Свой Электронный Адрес Мы Напишем Чуть Позже Если У кого-то Будут Какие Вопросы Вот Сейчас Напишем Уир Лу От Людмила Ира Ирина Ирина И Людмила Собака Евролибра Точка Ру И Как-то Нужно Отправить Сообщение Да Мхм 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 Спасибо. До свидания.